Добрый день! Мы продолжаем рассказ о куклах. Шло время, и стали появляться первые театральные куклы. Вот перед вами маленький страусёнок. Этот страусёнок называется планшетная кукла, потому что он работает на планшете, а кукольный пол называется планшет. Это кукольный стол, на котором двигается кукла. Планшетной куклой управляет уже два человека. Если вы посмотрите, то я вам покажу палочку, которая прикреплена к голове. И вторая палочка, которая прикреплена к хвостику, к попе. И вот с помощью этих двух палочек один актёр управляет куклой. Кукла может идти, она может садиться, она может посмотреть направо, налево, может посмотреть на вас, может покачать головой, может даже поклевать у меня из ладошки. Кукла, у которой работает головка, ножки, даже крылышки работают. Потому что второй актёр берёт крылышками и уже может махать крылышками. И если он будет махать крылышками, то кукла может взлететь. Ну, конечно, одному мне сложно управлять куклой, но я вам сейчас покажу принцип. Когда одна куколка, работая крылышками, может потихоньку взлететь. Она взлетает, взлетает, взлетает. И чем сильнее она работает крылышками, тем она сильнее взлетает. А потом опускается, опускается и садится. Потом встаёт. Потом опять может помахать крылышками и опять взлететь, 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 взлететь. А потом аккуратно опустится и замереть. Вот такая кукла, управляясь двумя актёрами, очень была распространена во всех европейских театрах. И эта кукла стала прообразом того, чтобы можно было работать в театре кукол без каких-либо сложностей. А это называется «в открытую». Актёр работал в открытую. Он не прятался за ширму, как это происходит в театре марионеток или в театре тростевых кукол. Здесь вы всегда видите актёра. Он всегда перед вами. А костюм у актёра, как правило, в том или в характер куклы. Или является декорацией спектакля. Поэтому планшетные куклы очень распространены в наших театрах кукол. Спасибо большое. Вы познакомились с моим любимым и дорогим Страусёнком. Спасибо.